Поэтому, Вячеслав Вячеславович, я считаю, что недопустимо лишать депутатов возможности высказываться по вопросам первого чтения. У нас, опять, еще раз хочу подчеркнуть, думает место для обсуждения вопросов. Все знают, как будет голосовать партия большинства. Тогда это кому нужно как-то назвать, не анонизм, а вот как, мазохизм, что ли? У нас даже комитеты не проводятся, все в протокольном порядке. Как можно обсуждать вопросы, которые касаются жизни всей страны? Большое спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович. Я все-таки хотел бы еще раз вернуться к общему порядку работы. На первом нашем заседании вы, отвечая на вопрос депутата Шурчанова, сказали, что сохраняются ограничения в плане посещения Государственной Думы, а также в плане работы пунктов питания. Но в плане обсуждения вопросов, я вот дословно цитирую ваши слова, вы сказали, что же касается организации работы по обсуждению повестки, по обсуждению докладов, по обсуждению вопросов, конечно, нам надо исходить в первую очередь из требований о качестве принимаемых решений, а без открытости, публичности, без диалога этого достичь невозможно. Поэтому, Вячеслав Викторович, я считаю, что недопустимо лишать депутатов возможности высказываться по вопросам первого чтения. У нас в регламенте такая норма предусмотрена только для выступлений по вопросам третьего чтения по одному представителю от фракции. Сергей Иванович, учитывая, что этот вопрос мы достаточно подробно обсуждали вчера на Совете Государственной Думы, в рамках консенсуса было принято решение, которое мы предлагаем депутатам обсудить. Мы исходили из того, что у нас ситуация в рамках противоэпидемиологической обстановки непростая. Я подбираю слова, не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек. Десять депутатов находятся в больницах, у всех по-разному протекает заболевание. Наша задача сделать все, чтобы парламент был работоспособным. Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью. Да, все согласились с необходимостью продления тех решений, которые ранее вы поддержали. Закрытые столовые, буфеты, пропуск, ограниченный в Государственную Думу, проведение заседания комитетов с использованием видеоконференц-связи. Что касается обсуждения законопроектов, мы, уважаемые коллеги, с вами через реализацию новых форматов эту возможность сегодня используем, в том числе через обсуждение во фракциях законов. Посмотрите, все министры приходят во фракции, прежде чем прийти на пленарное заседание. Насколько я знаю, вчера был во фракции «Един Россия» министр Патрушев. До этого министр Фольков также встречи проводил со всеми фракциями. Насколько знаю, сегодня министр Патрушев во фракции КПРФ. Эти встречи проходят постоянно. В рамках работы комитетов отдать должное на заседание комитета по бюджету и налогам первые лица, руководитель счетной палаты, руководитель министерства финансов. Уважаемые коллеги, мы с вами в рамках обсуждения и возможностей вышли на новый уровень не только взаимодействия с правительством, но и открытости и обсуждения этих тем. Что касается заседания Государственной Думы, и ранее говорил, и сейчас об этом скажу. Если вы примете решение о необходимости обсуждения вопросов более скрупулезно, с большим количеством вопросов, это ваше право, и никто не имеет права на него посягать. Но в рамках совета, куда вы делегировали руководитель фракции, мы имеем возможность, обсудив, предложить вам приемлемые решения. И в рамках этих решений у нас остаются выступления от фракции, в рамках этих решений у нас остаются вопросы от фракции. Но если кто-то из вас не согласен с этим решением, мы в любом случае ваше право здесь реализуем. Но не предлагать мы не имеем права. Мы с вами видим, что происходит с парламентами Европы, не работают. Вот посмотрите, Петр Олегович Толстой, он не может реализовать свое право руководителя делегации нашей страны в парламенте Совета Европы. Слудский, посмотрите, грустит, потому что он также не может выехать в ПАСЭ, чтобы заявить свою позицию. Почему? Потому что парламентское осабление Совета Европы не идет на решение о созове и обсуждение вопросов в зале ПАСЭ, а уходит в режим видеоконференц-связи, где, понятно, полноценно обсуждать нет возможности. Поэтому наша задача, с одной стороны, сохранить работоспособность, с другой стороны, может быть, через сложные процедуры, но обговаривать, в том числе, форматы, которые с вами потом согласовывать и реализовывать. Поэтому, если вы будете обделены возможностью выступить от фракции, а такая возможность есть, или задать вопрос, а такая возможность тоже есть, Ну, вы руку так же, как сейчас, поднимите, и вас все увидят, даже если кто-то не заметит. Ну, вот посмотрите, думаю, что кто-то обратит на это внимание и обязательно предоставит слово. У нас, опять, еще раз хочу подчеркнуть, думает место для обсуждения вопросов. Но при этом мы должны с вами и учитывать ситуацию сегодняшнего дня с тем, чтобы не было проблем. Вот, посмотрите, видите, ряд пустой. Вот третий ряд, вот здесь. Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы вынуждены были принять решение о самоизоляции в карантинных мероприятиях в отношении тех, кто к ним на одном ряду находился. Но при этом он с ним сидел, с ним здоровился. Рядом здесь вот есть, а поздоровавшись с ним, его сосед ходил по рядам, здоровался с другими. Поэтому мы учитывать это должны, коллеги, как вы считаете? Или не должны? А или не должны? Поэтому вам предлагаем такие решения. Пожалуйста, по ведению Жириновский Владимир Вольфович. Я еще раз, вот по нашему такому ответственному отношению к решениям. У нас есть фракции и Совет Думы. Если фракции решили какой-то вопрос и Совет Думы, то ни один депутат не имеет права оспаривать это. Иначе это анархия. Будем каждый раз открывать дискуссию. Ведь все ограничения мы ввели, веду чрезвычайной ситуации в мире. Весь мир в карантине, весь мир. А кому-то хочется часами здесь выступать. Это хорошее желание, но это вы подумайте, 50 человек у нас заболели. А потом 70, а потом 100. Кто-то умрет, а наплевать, так сказать. Вот так же нельзя. Это же не потому, что кому-то захотелось ограничить какие-то выступления, дискуссии. Все парламенты работают в усеченном режиме. 20 человек в зале, не больше. В парламентской ассамблеи вообще не собираются. Закрываются границы снова. Снова вспышка, рост заболеваний. Нет, мы будем здесь сидеть и часами разговаривать. Но дисциплина должна быть. У нас есть с вами одномоднатная круга. Пожалуйста, через год. Спасибо, Владимир Вольфович. В первом чтении доклад, садоклад с места. Три минуты доклад. Садоклад с места поддерживаем. Все, голосуем. Второе чтение. Таблица принятых за. Таблица отлоненных за. Второе чтение в целом. Проголосовали. В третьем чтении никаких по мотивам. Прогнать повестку дня, чтобы мы 20-й год закрыли. Все законы приняты. Что обсуждать, когда все знают, как будет голосовать партия большинства. Тогда это кому нужно как-то назвать, не анонизм, а вот как, мазохизм, что ли? Профанация. 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 Я хочу выступить. И что, о чем ты будешь говорить? Ты против? Да, ты против. Но ты муравей. Ты никто. Ты ничтожество. Есть те, кто уже приняли решение. Так что заставлять всех сидеть и травиться? Вентиляцию включают и разгоняют отравленный воздух. Я сижу там 15 минут, не больше. Потому что меня видели депутаты, что я здесь, на месте. Я в 9 приезжаю, в 9 уезжаю. Поведение Иванов, Сергей Владимирович, пожалуйста. Вячеслав Викторович, вы извините, конечно, если парламент в Европе не собирается, это их право. Но они и решения не принимают. У нас решения принимаются 226 человек. У нас даже комитеты не проводятся. Все в протокольном порядке. Как можно обсуждать вопросы, которые касаются жизни всей страны? Уважаемые коллеги, у нас заседание комитета проводится? Да. Андрей Михайлович, что же вы делаете круглосуточно здесь? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, Макару, включите микрофон. Вячеслав Викторович. Я вынужден подтвердить, что проводится не только заседание нашего комитета, но по заключению, тот законопроект по бюджету 2019 года. Мы получили реальное, серьезное заключение от всех комитетов соисполнителей. И я знаю, что эти заседания проводились реально, реально, с приглашением представителей правительства. И на самом деле, вот то, что сегодня вы прозвучало, это очень важно. Поймите, если бюджетный процесс действительно Думы не сможет функционировать, главное сегодня ответственность, чтобы бюджет, конституционные законы были приняты. Поэтому любые ограничения здесь... Вот у нас на комитете все депутаты всех фракций с этими ограничениями полностью согласились. На комитет просто не приходит ни один человек без справки. Не важно, министр это или кто угодно, но все приносят. Мне кажется, очевидная вещь. Но говорить огульно, что комитеты не работают, это неприлично. Коротенький вопрос. Поскольку тут меня обвинили в непорядочности, скажите, эти законопроекты в нашем комитете рассматривались протокольно или собирались члены комитета? Спасибо. Мы протокольно их рассматривали, Сергей Иванович. Вы не знаете этого? Ну вот и все знают, члены комитета. Мы это рассматриваем с коллегами в Думе, мы это рассматриваем с коллегами с правительства, с администрацией президента. Это все такое рассмотрение проходит. Все заключения есть, они все представлены, в том числе и наши внутренние, и есть заключения аппарата правительства и так далее. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!